Меня зовут Андрей. Я занимаюсь в капитанах приемной компании, заместитель декана по набору. Мы делаем такого формата мероприятия очень часто. Вот сейчас масштабный день открытых дверей в рамках РЭО. На факультете мы проводим очень часто различные другие мероприятия, такие как деловые игры, предпринимательские какие-то мероприятия. Вот сейчас у нас параллельно идет, буквально начинается через час бизнес-интенсив камп. Ребята тоже сейчас входят в онлайне. Около 50 у нас сейчас абитуриентов, которые участвуют в этом бизнес-интенсиве. Поэтому такие формы, которые есть на экране, и вообще любые обратные связи, будь то в наших социальных сетях, либо сейчас можете лично в чат написать, какие мероприятия вам интересны, и что бы вы хотели, собственно, видеть, что бы вы хотели посещать для того, чтобы разобраться, в какой вам вуз идти, на каком факультете учиться. Сейчас бы я хотел понять, кто, собственно, нас смотрит, абитуриенты, либо родители, чтобы наиболее понятно и доступным языком объяснять ту информацию, которая у нас сегодня будет на дверях. Вижу один абитуриент, но я вижу, что у нас гораздо больше слушателей. Напишите еще, пожалуйста, комментарии. Пока что я понимаю, что нужно будет весь вебинар, встречу проводить для абитуриентов. Ну, тем более, что мы сможем с вами поговорить на одинаковом языке. Я думаю, что это будет очень доступно и понятно. Сейчас у вас была очень такая сложная трансляция с различными деталями о поступлении, с различными фактами, цифрами, сложной информацией. Появились ли какие-то у вас вопросы, которые вам непонятны? Потому что вы можете сейчас эти вопросы написать в чат, а за время нашей конференции мы найдем наиболее понятный ответ, чтобы вы могли разобраться полностью в этом всем, и обязательно в конце на все вопросы ответим. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, появились вопросы по тому, что вы сейчас видели на трансляции от Рео в Ютубе, которая проходила, напишите, пожалуйста. Я вижу первый вопрос, почему капитаны? Я думаю, что на него ответят наши студенты, которые сегодня тоже у нас на связи, которые поделятся своими впечатлениями об обучении на факультете. И на все вопросы, которые сейчас появляются в чате, я думаю, что мы в порядке очереди и в самом конце ответим. Сейчас я вижу, что у нас появляется еще больше подписчиков, больше слушателей. Давайте еще буквально минутку. Вы можете пока писать вопросы, которые мы сейчас разберем после этой встречи. В конце мы разберем обязательно все вопросы, поэтому приходите, пока у вас есть что-то из свежих мыслей после предыдущей встречи, чтобы не забыть, потому что сейчас тоже будет много полезной, интересной информации. Очень сложно вещать в одну сторону, потому что когда проходят встречи в онлайн-конференциях, когда пикер видит своих зрителей, гораздо понятнее, как информация воспринимается. Поэтому сегодня я надеюсь на ваши комментарии, очень подробные, частые комментарии. Только так я смогу понять, как вы вообще слышите меня, как понимаете, нужно ли что-то повторить, нужно ли что-то разобрать удобнее. Поэтому я очень надеюсь, что комментариев сегодня будет много. И еще раз напомню всех, кто к нам только что присоединился. На экране вот есть QR-код на обратной связи. Если вам несложно, запомните ее, пожалуйста, сейчас, пока мы ждем остальных, пока у нас подключаются новые слушатели. Я думаю, что минутку, и мы уже начинаем. Я так понял, что нас слушают только абитуриенты, нет ни одного родителя. Это действительно так? Либо есть кто-то из родителей, кто к нам подключился? Хотя бы один напишите. Просто если нет родителей, тогда вся информация будет повествоваться, наверное, в такой форме, чтобы абитуриентам было понятно, без сложных цифр, без сложного языка, которые зачастую любят воспринимать родителей. На молодежном сленге тоже можно объяснять. Все очень просто будет. У нас сегодня будет в этом эфире декан факультета, будет замдекана Екатерина Борисовна. Также будет пару студентов, которые уже отучились этот год на нашем факультете и могут изнутри жизни, которая была здесь, рассказать, поделиться различными фактами, интересностями, историями своими, что они ожидали в самом начале, буквально год назад, когда были на вашем месте, и что, собственно, сейчас они получили. Вот как сошлись у них ожидания с реальностью, либо нет, вы тоже об этом сможете у них спросить. Я думаю, что все, кто хотел к нам подключиться, уже подключились, поэтому я думаю, что можно начинать. Факультет бизнеса капитаны. Кто же это такое? Факультет бизнеса капитаны, как вы знаете, возможно, уже слышали, что это факультет необычный, факультет интересный, факультет современный, такой, которого нет, наверное, сейчас в России нигде. Почему? Потому что во время обучения вы, как студенты, можете получать не только, соответственно, академические знания, но и практику. Эту практику можно закреплять и реализовать свои проекты, при том очень даже успешные, как показывает наша жизнь. Также, к сожалению, мы не можем показать вам сейчас кампус, в котором проходит обучение, но у наших следующих спикеров вы сможете увидеть аудиторию, в которой будет проходить занятие. Кампус действительно очень современный, очень новый. Это историческое здание Рео, но при этом здесь очень крутой ремонт, и мебель вся подвижная, любые пространства можно подстроить по себе. Вот поэтому есть достаточное количество отличий, преимуществ, которые у вас будут, если вы к нам послушаете. Давайте дальше. Кто же я такой? Меня зовут Андрей, я выпускник факультета бизнеса капитана, я закончил этот факультет несколько лет назад, до этого учился в нескольких других местах, в капитанах попал только в магистратуру, пришел сюда как раз-таки за практической деятельностью, потому что из предыдущих образований мне этого не хватало. Вот сейчас занимаюсь набором абитуриентов, и, собственно, делаю так, чтобы приемная кампания была наиболее интересной и понятной, собственно, вам. Потому что зачастую, вот сидя вот так дома, либо приходя в какие-то университеты, смотря сайты, зачастую очень сложно разобраться в том, куда же вообще поступать. Вот моя задача состоит в том, чтобы сделать такие мероприятия, сделать контент, чтобы вам было понятно. Если вы сегодня будете писать мне обратную связь, подробно то, что вам нужно, чтобы вы хотели, мы обязательно это сделаем. Вот. От меня пока такая небольшая водная, но я думаю, что сейчас есть смысл начать самого важного человека у нас на факультете, этого декана, который будет рад вас здесь приветствовать, а также расскажет обо всех подробностях. Поэтому я бы хотел, чтобы подключился сейчас Евгений Бирюков к нам в эфир. Евгений, вы меня слышите? Да, слышу. Евгений, замечательно. Присоединяйтесь ко мне. Я как раз-таки... Ой, прошу прощения. Но как раз вы подключились, я что-то перелеснул. Коротко повторюсь, что сейчас будет. Сейчас будет, собственно, приветственное слово декана. Также Евгений Сергеевич расскажет об особенностях нашего факультета. Потом будет у нас пару студентов, которые расскажут о своей истории успеха. Потом будут важные административные даты, цифры, про гранты, про то, когда подавать документы. И в конце мы сделаем конкурс, на котором вы сможете выиграть классные призы. Спасибо, Андрей. Дорогие друзья, дорогие абитуриенты, родители. Рад вас приветствовать на нашей онлайн-встрече на Дне открытой двери, который проходит в таком формате из-за того, что у нас в стране введен определенный режим самоизоляции. И мы, к сожалению, не можем в этой ситуации выходить из дома, посещать университет и, соответственно, увидеть своими глазами. Но мы максимально постараемся вам все показать и рассказать, чем отличается наш факультет, все наши преимущества. И, соответственно, это сделаем вместе с моими коллегами. Андрей уже о них говорил. Это будут и заместители декана, это будут и наши студенты, которые попытаются доступно рассказать, в чем особенности все-таки нашего факультета. И в конце встречи, я уверен, что у вас появятся вопросы, на которые мы с удовольствием ответим и расскажем вам об особенностях и деталях и поступления, и обучения на факультете, и нашего сообщества капитанов, которое развивается сегодня не только в Москве, не только в Рейлоне Неприханово, но и во всей России. Какие же предпосылки были создания факультета? Вот на сегодняшний день в России и в мире становится очень очевиден интерес к бизнес-образованию. Но, однако, число созданных бизнесов, успешных, и число созданных стартапов остается на низком уровне, поскольку у студентов есть определенный страх перед открытием собственного дела, перед тем, что рынок достаточно жесткий, и вообще предпринимательство требует определенных компетенций, навыков и умений, и смелости. Сегодня мы перед собой ставим как раз задачу для того, чтобы снять все эти риски в процессе обучения на факультете и помочь новому поколению лидеров делать те изменения, которые необходимы сегодня стране, необходимы сегодня отдельным отраслям, и которые смогут сделать нашу жизнь с вами в целом лучше. Мы прежде всего учим студентов преодолевать неуверенность в себе и проводить свои проекты, предполять свои проекты в жизни. Мы понимаем, что где-то можно ошибаться, но важно снова возвращаться на эту траекторию, создавать снова новые проекты, возможно, снова ошибаться и так далее. И основной задачей и целью факультета является как раз таки создание тех условий, в которых студенты бы смогли пройти вот эти вот проектные циклы, неоднократно их пройти, чтобы получить и компетенции, и знания, и опыт, и стать успешными предпринимателями в будущем. Если говорить об основе нашего факультета, то в образовательную деятельность положено две составляющие. Первое, наверное, это необходимо отметить, что это фундаментальные экономические знания, которые вы получаете в ведущем университете страны, в ведущем экономическом университете страны, обладающие замечательной инфраструктурой, обладающие замечательным кадровым составом преподавателей, докторов, профессоров, кандидатов, доцентов, которые с удовольствием делятся своим опытом, своими знаниями с вами. И второй аспект, на который факультет делает особое внимание, это же, конечно, применение проектного подхода с самого начала обучения. Буквально с первых дней обучения наши все студенты уже погружаются в проектную деятельность и начинают заниматься созданием собственных проектов. Для этого в наших образовательных программах предусмотрено определенное проектное пространство, мы так это называем, которое дает возможность студентам многократно проходить проектные циклы и получать как раз-таки тот опыт, который им в будущем поможет создать свои проекты и быть успешными. Какие фокусы в целом можно отметить на факультете, которые его отличают от других факультетов, других университетов, на чем мы делаем акцент и считаем, что именно такая политика является успешной с точки зрения получения конечного результата подготовки такого универсального специалиста на предпринимателя, собладающего современными нужными ему компетенциями. Во-первых, это возможность индивидуального выбора образовательных траекторий. У нас достаточно много таких возможностей. Эти возможности касаются выбора отрасли, в которой создаются проекты, эти возможности касаются вообще бизнес-направления, либо социального предпринимательства, ну и так далее. Второй отличительной особенностью и фокусом, и нашим преимуществом, конечно же, является это высокий уровень практической составляющей в учебных наших планов. И то, что эту составляющую практическую у нас преподают преподаватели практики. Процентов, наверное, 60-65 наших преподавателей имеют реально практический опыт, имеют опыт реализации бизнес-проектов, имеют опыт работы в государственных органах и так далее. И они, естественно, охотно делятся этим опытом с нашими студентами и обогащают наших студентов вот той практикой, которой, ну, как правило, в образовательных организациях иногда не хватает. Кроме того, третье, я бы отметил отличительной особенностью и нашим конкретным преимуществом, это система наставничества и менторства, как обязательные сервисы в нашей образовательной программе в процессе обучения. Я уверен, что те студенты, которые сегодня с нами, они об этом более подробно расскажут и расскажут, в чем суть этих сервисов. Но, тем не менее, хочу отметить, что нельзя самостоятельно стать успешным профессионалом. Все равно нужен наставник, все равно нужен тот, кто тебя ведет к этому. И на нашем факультете как раз вот эта составляющая очень хорошо развита, причем она многоуровневая. У нас в качестве наставников первый уровень – это студенты над младшими курсами выступают, над студентами в качестве наставников могут выступать преподаватели, сотрудники и, соответственно, приглашенные наши эксперты, менторы, предприниматели, которые постоянно присутствуют у нас в программе, постоянно делятся своим опытом, постоянно ведут студентов, повышая их компетенции, повышая их уровень образования. Также я хотел отметить еще такую особенность, которая есть на нашем факультете, которая, опять же, его отличает. То есть у нас принята декларация о здоровом образе жизни. Все наши студенты абсолютно ведут здоровый образ жизни, занимаются физической культурой, в частности, карате. И вот эта вот составляющая, она позволяет сформировать на длинную волю, да, условно говоря, жесткость характера, которая настолько необходима в решении различных задач, особенно предпринимательского уровня. Андрей уже говорил, что у нас замечательный кампус, и мы с вами увидим это, мы постараемся, хоть у нас и онлайн мероприятие, мы попытаемся показать вам видеоролики, которые сняты на факультете, которые передают ту атмосферу, которая у нас есть, те эмоции, которые беззаряжены студентами, и то настроение, в котором приятно работать и развивать себя. Поэтому это все впереди, это все вы увидите. Я бы хотел еще несколько слов сказать о трудоустройстве. Вот несмотря на то, что мы называемся факультет бизнеса «Капитаны», у нас, естественно, можно выбрать несколько направлений. Мы готовим не только к предпринимательству как к таковому, мы готовим универсальных специалистов, которые могут и организовать свой бизнес, которые могут работать наемными управленцами в крупных корпорациях. И вот слайд статистики трудоустройства как раз таки это подтверждает, что у нас есть замечательный пример создания собственных проектов, которые уже становятся средним бизнесом и крупным бизнесом. У нас есть те люди, которые успешно трудоустроятся в корпорациях, и у нас есть те люди, которые дальше продолжают с нами развивать капитанское сообщество на всей территории нашей страны, в частности, в Российском экономическом университете и в Москве. Я не могу не сказать еще об одной важной особенности, которая есть у факультета. Факультет ведет свою деятельность и работает при содействии благотворительного фонда «Капитана», который был создан с целью поддержки именно бизнес-образования, развития бизнес-образования, подготовки будущих лидеров, способных на большие истории, большие изменения в стране, в социальной сфере, в экономике. И вот эта особенность, она, безусловно, является для факультета очень позитивной и положительной, потому что, по сути, фонд, он является транслятором запросов бизнеса и делает их определяющими для формирования нашей образовательной повестки в квалитете. Мы четко понимаем, какие сегодня существуют запросы у работодателей, какие сегодня существуют запросы у бизнеса, у власти. И именно, учитывая вот эти запросы, мы выстраиваем свои образовательные программы, наполняем их соответствующим содержанием, что позволяет отвечать как раз-таки в будущем и выходить нашим выпускникам на рынок труда подготовленными и конкурентоспособными. Кроме того, необходимо также сказать, что фонд оказывает финансовую поддержку нашим студентам. Это могут быть гранты, это могут быть импедиальная поддержка студентов. И вот опять же, в условиях, особенно сегодня, когда у нас такая кризисная ситуация развивается и в экономике, и во всех сферах, эти инструменты очень важны и очень могут помочь нашим студентам получить все-таки высшее образование. И еще один аспект, на который бы мне хотелось также обратить внимание, то, что фонд расширяет возможности для профессионального и личностного развития наших студентов, потому что он постоянно рядом, постоянно предлагает какие-то инновационные подходы к обучению, постоянно создает какие-то, допустим, крупные такие события, в которых мы привлекаем наших студентов, и они участвуют. Можно сказать, что при поддержке факультета фонд является организатором конкурса «Мой первый бизнес». Федеральный проект, о котором вы все, наверное, прекрасно знаете, и, соответственно, наши студенты тоже имеют возможность благодаря фонду в этом проекте принимать участие и быть, соответственно, в центре внимания. Поэтому, вот если кратко очень о факультете общими такими тезисами, наверное, я остановлюсь на этом. В то же время хочу напомнить, что у вас есть возможность задать любой вопрос, мы, безусловно, на них ответим. И, как раньше, я уже вам пообещал, то, что мы все-таки хотим сделать это мероприятие днем открытых дверей, и не только, чтобы вы нас слышали, но еще и увидели наш факультет изнутри, посмотрели на него, посмотрели на студентов. Я предлагаю посмотреть короткий ролик, в котором в это все увидится. Я с вами остаюсь. Давайте продолжать. Андрей, если можно, пожалуйста, запустите ролик. Рео имени Плеханова это один из ведущих вузов России, который объединяет лучших студентов страны. Более века здесь готовят специалистов, которые занимают лучшие позиции на рынке труда. В настоящее время в университете существует больше 10 факультетов. Одним из них является факультет бизнеса Капитаны. Факультет бизнеса Капитаны это инновационное образование, формирующее лидерские навыки и предпринимательское мышление у обучающихся, которое позволит в будущем стать эффективными управленцами или открыть свой бизнес. Обучение на факультете бизнеса Капитаны строится по принципу 50% практики, 50% теории. То есть наши студенты сразу же могут полученные знания применять в жизнь. Теорию преподают лучшие специалисты Рео, кандидаты и доктора наук. Все преподаватели имеют степень кандидата и доктора наук, а также работают в бизнес-структурах, госструктурах, имеют практический опыт реализации собственных бизнес-проектов. Практика состоит из разнообразных бизнес-модулей, в рамках которых происходит наработка предпринимательских навыков, введение коллективов, взаимодействие с наставниками и многое другое. Образование в Рео имени Плеханова само по себе синоним качества. Умение понять причины и принять верное управленческое решение на основании какого-либо факта возможно лишь при комплексном образовании в сфере экономики. Благодаря тем знаниям, которые я получил на парах капитанов, я научился разбираться в финансах компании и это помогло мне войти в топ-25 призеров Всероссийского Кубка Управления. За время обучения многие студенты запускают собственные проекты. Некоторые из них развиваются в полноценные бизнесы. Это был мой первый серьезный проект. Мы создали место, где можно просто хорошо провести время. Навыки и компетенции, полученные на факультете бизнеса капитаны, очень сильно помогли мне при его запуске и реализации. Творческая работа не останавливается практически никогда. Ребята собираются в команды и реализуют собственные идеи для наработки опыта. Попробовал для себя новый формат в качестве организатора. Помимо развлечения, помимо юмора и самоиронии, мы также хотим, чтобы гости, которые приходили к нам, уходили с пищей для развлечения. Студенты факультета принимают участие в организации ежегодного конкурса «Мой первый бизнес», чтобы уже со школьной скамьи подготавливать ребят к предпринимательской деятельности. Я научилась организовывать масштабные мероприятия. Теперь этот навык помогает мне брать на себя большие задачи. Успешный предприниматель это тот человек, у которого есть определенная насмотренность, определенные академические знания, и мы всячески стараемся поддерживать его на этом пути. Особенностью факультета бизнеса капитана является то, что наши выпускники получают не только диплом государственного образца Раэл Плеханова, но и незаменимый опыт. Если вы хотите получить в университете не только знания, но и практические навыки, то факультет бизнеса капитана именно для вас. Мы ждем вас на факультете. Добро пожаловать в нашу большую семью капитана. Факультет бизнеса капитана – твой путь к успеху. Здравствуйте, ребят. Меня зовут Владимир Вова. Я студент первого курса факультета бизнеса капитана, вам уже об этом сказали. И также я являюсь наставником как раз-таки абитуриентов, ребят, которые поступают, которые будут обучаться в 2020-2021 году. И как раз-таки в этом я могу вам помочь. Если что, в конце я вам немножко еще про это расскажу. Так вот, друзья, прежде всего хотелось бы ответить на вопрос, чем же отличается вообще факультет бизнеса капитана от любого другого факультета. Помимо того, что, да, мы очень хорошее, большое сообщество, мы, наверное, студенты, особенно первого курса, получают огромную практику во всех направлениях, да, особенно в предпринимательстве, в бизнесе. И важно сказать, что у нас очень хорошо развито вообще проектное обучение. Проектное обучение, чтобы проще было, да, мы создаем бизнес-проекты по разным направлениям, в разных направлениях. И этому способствуют наши педагоги, наши менторы, да, наставники, коучи, которые помогают нам в этом направлении двигаться. Вот. Да, практика с первого курса, это правда. И на самом деле это все легко подтверждается даже тем, что у меня сейчас на первом курсе уже есть три бизнес-проекта, да, и четвертый сейчас подходит к концу, когда закончится нынешний модуль, который идет, о котором я чуть попозже расскажу. И вот, допустим, даже вот сейчас это, наверное, самое минимальное количество проектов, которые можно сделать на первом курсе, потому что если использовать все возможности, все направления, которые сейчас есть, то можно сделать намного больше, чем сделал это я. Вот. Далее, хотелось бы рассказать о том, что помимо всего этого у нас очень качественно и красиво и хорошо налажено именно вот это вот отношение, взаимоотношения между учениками, студентами и педагогами, потому что, вот, допустим, есть хороший пример, которым я делюсь со всеми практически. У меня есть педагог Ксения Валерьевна Садыкова, которая ведет у меня теорию управления, и когда мы делали именно в практике, да, свой бизнес-проект с моей командой, мы пришли к ступору в одном направлении и как раз-таки обратились именно к ней, и она нам помогла выйти из этого там тупика, как раз-таки именно ее совет нам помог, и это не частная практика, это достаточно общая, и много студентов, наверное, процентов 10 от всего потока, это 170 человек, то есть человек 20 стабильно после пары, после лекции спускается вниз на кафедру и облепляет Ксению Валерьевну и других педагогов и уточняют те или иные вопросы по своим бизнес-проектам, вообще по интересующим направлениям, и это на самом деле очень интересно и классно. Вот, давайте перейдем, я немножко подробнее расскажу о бизнес-проектах, о бизнес-модулях, которые у нас есть, это уникальная, наверное, практика во всей России прежде всего, потому что вот уникальный бизнес-модуль, который вы, наверное, сейчас можете, да, видеть на экране, прежде всего, наверное, я расскажу о некоторых, да, прежде всего, например, лаборатория бренда, модуль, который мне, наверное, оставил больше всего больше впечатления, Мы создавали бренд с командами, со всем первым курсом мы создавали бренды, мой бренд с моей командой мы организовывали стендап-вечера, вот, и эти как раз стендап-вечера мы за месяц, модуль шел месяц, и мы вот как раз-таки за месяц организовали пять мероприятий, и к концу всего-всего мы, немножко похвастаюсь, вот, мы связались с Ильей Соболевым, может быть, вы знаете такого стендапера, и даже как раз-таки вели переговоры по поводу того, чтобы организовать концерт для него как раз-таки в 2020 году, который этот, вот, и наши переговоры шли, очень масштабно шли, и мы шли к тому, что вот как раз-таки организовать этот концерт, уже были договоренности некоторые, но сделка сорвалась, потому что как раз-таки из-за того, что сейчас вот у нас карантин, концерты запретили, и вот как раз-таки из-за этого у нас сделка сорвалась, и это очень печально. Ну, помимо лаборатории бренда, есть еще вот достаточно много модулей, например, модуль стартап, это такой модуль, который идет сейчас, и он направлен на то, чтобы мы создавали с первокурсниками стартап-проекты, и не только первокурсники, кстати, в нем участвуют, стартап-проекты, которые именно вот, вот у нас за весь год мы получаем много-много навыков, которые потом мы можем использовать, и как раз-таки стартап – это последний модуль в первом курсе, за который ты получаешь и можешь там использовать внутри этого модуля всю информацию, которую ты получил за год, и вот как раз-таки стартап – это такой конечный, крайний модуль, в котором ты воплощаешь в жизнь то, что ты получил. Понятно, что если у вас, допустим, даже нет какой-то основной идеи, в которую вы хотите идти, допустим, там у вас нет идей бизнеса, да, или какого-то проекта, это в принципе не играет никакой роли, потому что вы предлагаете, генерируете идеи вместе с другими ребятами, создаете команды на первом курсе, и понятно, что если у вас крутая классная идея, вы можете через все модули пройти и сделать один большой масштабный проект в конце первого курса. Но если у вас нет идей и каких-то догадок, да, в какое направление можно пойти, то, соответственно, вы можете попробовать себя в разных направлениях, в разных проектов, вот как сделал я, и у меня достаточно классно получилось, я считаю. Вот, помимо всего этого, вы можете ознакомиться со всеми бизнес-модулями, посмотреть и как раз-таки потом задать вопросы по поводу них, немножко поподробнее. Далее, что бы хотелось рассказать, это все-таки у нас на факультете помимо бизнес-модулей, да, есть активности разные, например, школа интеллекта. Что это такое? Школа интеллекта — это мероприятия, да, занятия, на которых мы, студенты, садимся, обсуждаем книги, читаем их, обсуждаем их. Во-первых, по сути, да, правда приходит в споре, есть такое выражение, да, правда опознается в споре. И как раз-таки мы обсуждаем книги, спорим по некоторым вопросам. И как раз-таки вообще суть всех этих занятий в том, что на самом деле не все авторы закладывают тот смысл, который мы понимаем после первого прочтения, после второго даже прочтения книги, после третьего. И как раз для того, чтобы понять правильность мысли, которую закладывал автор, мы обсуждаем это с менторами, с наставниками, которые как раз-таки изучили более подробно эти книги. И как раз-таки мы изучаем их более углубленно, и на самом деле это очень интересно даже для тех, кто не читает и не увлекается таким массовым чтением. Например, вот у меня не было такого, что я прям супер увлекался чтением. Я любил книги, но как раз-таки школа интеллекта, наверное, внутри меня породила вот эта вот книга мана «Книжного червя». Вот. Помимо школы интеллекта есть еще очень классная игра «Стратегическая ГО», которая тоже у нас есть на первом курсе. Это тоже занятие, на которое вы можете ходить, посещать. «Стратегическая ГО» — это иногда ее называют еще китайскими шахматами, но это не так, на самом деле. «Китайские шахматы» — это немножко другое. «Стратегическая ГО» — это, наверное, игра не просто как шахматы, да, которые ты сел, поиграл и забыл. Здесь ты можешь применить, попробовать разные направления и попробовать развить как раз себе вот это вот стратегическое мышление. И как раз-таки игру ГО зачастую перемещают не только на свою жизнь, да, там, испытывают разные стратегии, которые можно использовать, но еще перемещают на свой бизнес пространство, и многие даже великие предприниматели бизнеса, в бизнесе ребята, которые добились успеха, они как раз-таки играют в эту игру ГО и могут использовать ее для того, чтобы понять, через какие пути можно выйти через те или иные возможности. Вот. На этом, наверное, по поводу этой игры все, и, наверное, закончить хотелось бы очень важным блоком, который живет все наше сообщество, все капитаны — это каратэ Киокушинкай. Вот. Наверное, у меня есть коллектив школьников, десятиклассников, с которыми я когда только начинал работать, они задавали вопрос, а почему каратэ, почему там не бокс, а вообще зачем каратэ? И, на самом деле, я, когда начал отвечать на эти вопросы, начал сам более-менее разбираться в этом плане, потому что вообще, на самом деле, каратэ — это он развивает в себе, в тебе, да, во мне, да, во всем, кто занимается каратэ. Вот этот внутренний стержень, который помогает справляться со многими стрессами, со многими стрессовыми ситуациями, справляться, наверное, с тем, что вот каратэ — это такое, это, наверное, вот проще всего объяснить, что такое каратэ, вот в сравнении, наверное, да, вот, мне задали как-то вопрос, почему не бокс? То есть бокс — это тоже вроде боевое искусство, ты становишься сильнее, но, смотрите, я очень люблю фразу, что в боксе ты противостоишь сопернику какому-то, да, на ринге, ты борешься с соперником, а в каратэ ты борешься с самим собой, со своей ленью, со своим нежеланием куда-то идти, да, со своими проблемами, со стрессом, который ты переносишь, да, за счет тренировки, за счет даже сдачи на пояс, и это очень сильно прокачивает. И, допустим, я, например, ни разу не занимался никакими боевыми искусствами до первого курса, до поступления в капитаны, и когда начал заниматься каратэ, я, наверное, по крайней мере, начал чувствовать себя более увереннее, наверное, как-то, вот, и поэтому каратэ очень сильно развивает вот этот дух. Причем каратэ занимаются не только парни, да, а занимаются еще девчонки, наверное, некоторые девчонки даже будут поувереннее парней, и это даже, на самом деле, очень забавно, и поэтому, причем каратэ, на самом деле, это не то, чтобы прям убивать себя, это более для того, чтобы как раз-таки прокачивать себя, поэтому каратэ здесь очень классно вписывается вообще в все обучение, особенно, когда ты с утра сходил на тренировку и заряжил всей энергией, которую ты получил за счет нее на пары и потом на вторую часть дня, вот. Также вот как раз-таки в конце хотелось бы рассказать немножко о том, как раз-таки я наставник абитуриентов, ребят, которые поступают, наставником буду в сентябре, как раз-таки ребят, которые поступили, буду держателем и будущий держатель, да, и как раз-таки если у вас нет наставника, вы можете обратиться ко мне, я вам как раз-таки могу помочь поступить, помогу вам определиться с направлением, выбором направления, помогу вам как раз-таки сделать этот первый шаг в становлении студентов, в становлении первокурсником, и как раз-таки на всем обучении смогу вам показать и на своем примере показать то, как вообще становиться первокурсником. Вот. Вроде на этом все, наверное, это все, что я хотел сказать, и если у вас появилось желание, вы можете написать плюсики, напишите плюс в чат, и я к вам, наверное, найду вас в контакте, и мы с вами спишемся. Вот. На этом, наверное, все. Мой проект – это онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ, называется «Инсайт». Для кого? Для школьников. Какую проблему решает? Дело в том, что не у всех есть возможность заниматься с репетиторами, если есть, то это очень дорого. И мой проект, он сделает так, чтобы курсы по ЕГЭ стали доступнее, и заниматься мог каждый. Если совсем кратко, то мы занимаемся строительством. В основном сейчас сфокусированы именно на внутренней отделке. Я являюсь основательницей проекта «Квард». Это бренд одежды и творческое сообщество. Сейчас это интерактивная одежда со сменным дизайном. У меня проект – это продакшн, медиа-студия. Мы занимаемся съемкой, монтажом, моушн-дизайном, делаем графику. У меня есть магазин, где я вышиваю, кастомизирую одежду краской, делаю печать на одежде, также дополненную реальность одеждой, эскизов, которые созданы по историям людей. Мы занимаемся тем, что мы изготавливаем жареное мороженое. Идея создания проекта как такового появилась еще, будучи в 11 классе. Как только я поступил на факультет бизнеса «Капитана», на первом курсе я уже нашел единомышленников. В новообразовавшейся команде мы много где ошибались, отступались. И эти ошибки подарили мне невероятный опыт, который я применяю в своем проекте. «Капитаны» для меня прежде всего – это среда, это окружение, которое толкает тебя вперед. Ты либо будешь соответствовать, либо не сможешь здесь совместно работать, находиться просто в этом коллективе, потому что не делать ничего здесь невозможно. Вот эта энергия, которая среди «Капитанов», вы друг другу помогаете, заряжаете, и мне кажется, это круто подталкивает на какие-то большие дела. Меня показывали по федеральным каналам благодаря «Капитанам», потому что я выставлял свой проект на открытие конкурса «Мой первый бизнес». В первую очередь «Капитан» дает поддержку, окружение, которое мотивирует тебя в процессе реализации каких-то твоих идей, ну и пиар, грубо говоря. И благодаря тому, что я поступил сюда, я смог начать развивать проект. И «Капитанам» мне в этом очень помогли, потому что именно здесь содержится почти все то окружение, которое мне необходимо. Это заряженные молодые ребята, с которыми можно делать какие-то интересные проекты. «Капитаны» мне подарили смысл сильного человека. Я сейчас могу четко сказать, что такой сильный человек. В это понятие входит доброта, искренность и самообладание. Я переместился в окружение абсолютно другое, которое меня прям поразило. И я чувствую, что мышление, которое было у меня, оно сильно изменилось. Если в школе я думал об одном, там, об играх, наверное, о чем-то другом, и сейчас, видя весь этот ритм, весь этот ускоренный темп жизни по сравнению с тем, которое было до этого, кажется, что изменилось все, и ты тоже меняешься, меняешься в лучшую сторону. «Капитаны» помогли мне в развитии тем, что вот даже когда я начал работу, у меня появился держатель Юля, и она очень поддерживала меня. Она помогала мне решать мои вопросы какие-то. Благодаря «Капитанам» я вышла из зоны комфорта. Я все время боялась что-то начать. И просто пошла, купила вещь, сделала ее, сфотографировала, был в Инстаграм, пошли первые заказы от незнакомых мне людей, и, в принципе, мне это дало такой огромный толчок. Во время обучения в «Капитанах» я начал заниматься бизнесом, что не может меня не радовать. Появилась такая определенная предпринимательская тусовка, с которой я контактирую, мне это очень нравится. Больше всего мне помогла Ксения Валерьевна Садыкова на предмете «Теория менеджмента», потому что уже на первом курсе заложились некие такие управленческие стандарты, которые я применил на своем бизнесе, применил и применяю до сих пор. Про маркетинг очень интересно, как создать уникальное торговое предложение, как продвигать продукт. Для меня тоже эти пары очень сильно запомнились. Сейчас я хожу на карате, и я хочу туда ходить, а, допустим, год назад было не так. То есть меня вообще не привлекал спорт никак. Хотя многие советовали начинать. Будучи в «Капитанах», я действительно понимаю, какое у меня будет будущее, чего я могу достигнуть, и какие люди в будущем меня будут окружать. Приехал в Москву, я сам из региона, это полностью, это вау, это что, что, что вообще. Это конкретно очень сильно изменило мою жизнь, и я очень рад этому. На самом деле, очень благодарна за то, что мне вообще дали слово рассказать о таком небольшом моем успехе, успехе поступления, о том, как я сейчас реализовываю свой проект. Поэтому начну. Начну с того, что о факультете бизнеса я узнала еще задолго до поступления. Это благодаря конкурсу «Мой первый бизнес», который я прошла. Прошла на бизнес-интенсив. И на самом деле, ну, на бизнес-интенсив, лагерь, его по-разному называют. И когда я... Я на самом деле не понимаю, почему у меня презентация не высвечивается. Может быть, ее только у меня не показывают. Спасибо большое. Вижу. Итак, да, я остановилась на лагере. И когда я попала на лагерь, я на самом деле увидела, что факультет бизнеса капитана — это то место, где мне будет удобно, хорошо, комфортно работать. И это действительно то, чем я хочу заниматься. И тогда у меня появилась идея о поступлении на этот факультет. Ой, меня, наверное, плохо слышно сейчас. Я микрофон поближе сделала. Тогда у меня появилась мысль о поступлении на бизнес-факультет. И я думала, что надолго мое взаимодействие прекратится после этого лагеря с капитанами, потому что на носу ЕГЭ. Но не тут-то было. Когда я вернулась в свой родной город, нам написали наставники о том, что есть возможность подать свою идею, свой проект на конкурс, точнее, уже на финал конкурса «Мой первый бизнес» в образовательном центре «Сириус». «Сириус» был моей второй мечтой, которая все же осуществилась благодаря факультету, благодаря вообще движению «Капитана», мне удалось подать свою идею, а именно о создании проекта с настольными играми. То есть мы разрабатываем игры, мы производим их и продаем для школьников и студентов с образовательным уклоном. Мне удалось попасть в лагерь. Там я получила очень много интересной информации, очень много людей узнала, с которыми даже сейчас я учусь на факультете. Это очень здорово было найти свое окружение, которое с тобой будет еще в дальнейшем по жизни идти. И на самом деле так вдохновилась, что когда приехала в свой город, родной Челябинск, и начался курс «Стартап», я подала свою идею о создании настольных игр, нашла себе команду, и мы за два месяца построили проект с нуля. Если можно, попрошу переключить презентацию. Ага, это вот моя поездка в «Сириус», фото с ребятами, с которыми, ну, с частью из которых сейчас обучаюсь. И вот тот самый курс «Стартап», который мы проходили. И следующий слайд будет о том, какие результаты мы достигли за два месяца. Мы победили в этом курсе, мы получили путевки в «Орленок», то, к чему шли. И на самом деле это дало... Ну, участие в этом проекте дало нам не только путевки, и не только знания, а этот проект до сих пор существует, он реализовывается, он активно работает, он получает деньги. Правда, уже в другом составе, но я сейчас подробнее об этом расскажу, вернусь еще к этому. Дело в том, что проект пришлось на какое-то время запустить в связи с поступлением, в связи с создачей ЕГЭ. Повторюсь, у меня была мечта поступить на факультет бизнеса капитана, я активно к этому шла, я сдала ЕГЭ на 272 балла и прошла на бюджет, потому что другого варианта поступления у меня не было и быть не могло. И очень счастлива того, что моих баллов хватило для того, чтобы обучаться в пятерке ребят на государственном и муниципальном управлении. Вернемся к проекту, которым я сейчас занимаюсь. Дело в том, что я понимала, что когда я попаду на факультет бизнеса, да, у меня будет большая загруженность, но вместе с тем появится очень много возможностей для реализации проекта, для самореализации. Какие возможности дает, дало мне поступление, как уже говорил Владимир, это модули. Благодаря образовательным модулям, таким как стартап, лаборатория брендов, получилось проект вывести на новый уровень, доработать линейку, разработать еще одну игру, которую показали по областным каналам, ну, Челябинской области. И сейчас игра, например, которую вы видите на слайде по маршруту Тонкограда, используется в 20 школах Челябинска. Этот проект стал популярным, он стал актуальным. И хочется добавить, что я всего лишь на первом курсе, потому что я знаю, что все возможности еще впереди. Это очень здорово. Вторая возможность, которую дают капитаны, это окружение. Действительно, как говорили ребята на видео, это уникальное окружение, где ребята все занимаются своими какими бы то ни было проектами, и ведут тем самым тебя вперед. Вы можете с ними сотрудничать. То есть это такое бизнес-окружение, которое просто ведет тебя за собой. И третье, как тоже не раз упоминалось, это само обучение, то есть обычные пары, только в нашем ВУЗе они необычные, они интересные, основанные на практике, на кейсах, на живых. И вместе с тем их можно также применять на своем проекте, совершенствуя продукт, и его можно вывести на рынок. К примеру, сейчас мы уже выходим на маркетплейсы, такие как Ozone, Wildberries, что тоже не может не радовать нас всех и участников моего проекта в том числе. О проекте, в принципе, я могу закончить. От себя могу добавить, что мне очень было интересно увидеть, что в капитанах занимаются не только бизнес-проектами. Я знаю очень много успешных ребят, которые реализовали себя в других сферах. Это медиасфера, это политика. Почему? Потому что капитаны прежде всего дают soft skills, которые вы можете применить вообще в любой сфере, в любой работе, в любой профессии. И я на этот факультет тоже шла отчасти за этим, чтобы научиться, например, правильно говорить. Ну, много, на самом деле, различных навыков я приобрела, в том числе и упаковка проекта, и ведение команды, лидерство. Ну, действительно, очень много дает, даже первый год обучения. И как раз о первом году обучения я вам могу рассказать. Я оставила здесь свои данные, которые вы можете меня найти, узнать в факультете, узнать, может быть, о проекте. Может быть, вы тоже хотите реализовать свой проект, я вам могу в этом помочь. Я вообще по поводу того, что такое капитаны, узнал уже, когда она поступила. Нужно было записать небольшой видеоролик о себе. Записала она этот ролик, прислала мне. Я когда этот ролик посмотрел, я не понял, это что, это моя дочь, что ли? Она записала, и там в конце была. Именно поэтому я буду в капитанах России. Я такой думаю. Ну, вот это сильное заявление такое, мощное. И ее поступление сюда, вот в эту программу капитанов России, было одним из катализаторов, да, которые меня потом привели сюда, в этот замечательный город. Со школы начал участвовать вот в проектах капитанов. Его знакомая привела в мой первый бизнес. И я видела, что у него глаза сгорелись, и он как бы целый год сюда ездил с каким-то таким воодушевлением. Ну, в общем, это была в основном его инициатива, и мы его в этом поддержали. Когда поступала наша дочь, ну, она, конечно, об этом рассказывала, все показывала. И у нее был, я так поняла, как наставник. Этот человек говорит, что, например, то, что ее интересует, это присутствие в капитанах. С приходом вот и учебы в капитанах России прокачал свои лидерские качества, организаторские. Он постоянно участвует в каких-то проектах, и организует, и участвует. Ну, в общем, и жизнь у него такая стала очень насыщенная, активная. Вот мы дома там рассуждаем, что если бы он пошел, например, в обычный академический вуз, да, он бы там сидел на лекциях, там, пять часов, потом приходил бы и, не знаю, чем бы занимался. Ну, то есть такой бы жизни яркой, насыщенной, я думаю, что у него не было бы. Образование, оно должно быть не как калейдоскоп, там, из разных, там, непонятно из чего надерганных, оно должно быть целостным. То есть, получив которое, ну, любой человек способен получить инструменты, познавать этот мир, открывать его. У меня у самого два высших образования, и когда я их получал, то очень много нам давалось знаний, которые с трудом можно было как-то адаптировать к этой жизни. То, что дают в капитанах, это именно образование, которое позволяет использовать знания в жизни. Именно самые нужные, самые полезные. Получили теоретические знания какие-то, тут же их использовали, научились чему-то, какой-то навык освоили, тут же его применили в жизни. И посмотрели, где нужно усилиться, как. Образование, на мой взгляд, должно быть непрерывным. И задача, вот, например, высших учебных заведений научить самообразовываться. Образование – это то, что позволяет человеку, после того, как он его получит, в этой жизни что-то уметь образовывать. То есть, если человек умеет что-то образовать, там, создать, например, какую-то команду, или коллектив, или предприятие, или открыть какое-то новое направление, тогда он образованный человек. Мне что нравится? Здесь есть шикарная философия и идеология вообще отношения к жизни. То есть, это здоровый образ жизни, карате. Карате – это даже вообще не просто спорт, это целая философия. Именно спорт позволяет активизировать такие моменты в сознании, в понимании вообще мира, что даже никакими науками этого не возьмешь. Поэтому гармоничное образование, гармоничная личность – вот что формируется в капитанах. Я считаю, что капитаны – это вообще круто. Я считаю, что здесь дети, ну, кому это нравится, они развиваются, они самодостаточны и востребованы. Изначально, когда мы узнали о капитанах, ну, у меня сразу картину в голове, что это какой-то нестандартный подход к образованию инновационной. Одно из преимуществ капитанов я вижу в том, что здесь сочетается и теория, и практика. Кто такой капитан, да? Вообще так разобраться если, да? Это тот, кто стоит на капитанском мостике, и когда любой шторм, там, любая стихия, там, все там бегают, что делать, все пропало, они смотрят на капитанский мостик, а там стоит капитан, смотрят, и они знают. Да, капитан знает, где земля, он все четко. То есть это стабильность в этом нестабильном мире. Это капитан. То есть тот, на кого равняются. Добрый день. Спасибо, Андрей, большое, что предоставил слово. Я очень рада, что у нас такое большое количество гостей сегодня на нашем Дне открытых дверей. Раду приветствовать дорогих абитуриентов, уважаемых родителей. И сейчас, как Андрей верно ответил, я хотела бы дать, наверное, немножечко больше цифр и статистики для того, чтобы у вас была возможность ориентироваться в навигаторе поступления и чуть более подробно узнать, на что, наверное, к чему стремиться при сдаче ЕГЭ и дальнейшем зачислении в наш университет, на наш факультет бизнеса капитаны. Итак, немного цифр, как и обещала. Для начала хотела бы сказать, что мы реализуем два направления подготовки на уровне бакалавриата. Это направление менеджмент. Очень хочу отметить, что направление менеджмент у нас готовит уникальный профиль менеджмент в инновационном и социальном предпринимательстве. Такого профиля с гордостью, можем сказать, еще нет ни у кого на территории Российской Федерации, ни у одного из государственных вузов России. И второе направление подготовки – это государственное и муниципальное управление с не менее уникальным профилем государственное и корпоративное управление. В этом году у нас уже утверждены контрольные количество мест, на которые мы будем рады видеть наших замечательных пока еще абитуриентов. Итак, на менеджменте у нас на следующий учебный год планируется к зачислению 25 бюджетных мест и 150 вне бюджетных. На направление государственное и муниципальное управление 10 бюджетных мест и 85 вне бюджета. Ранее на первой части Дня открытых дверей Аверика Дашина Батуева вам рассказывала про ЕГЭ, которые необходимо сдать для участия в конкурсе на то или иное направление. Они представлены у вас на слайде. Я думаю, вы их видите, не буду повторять. Также для того, чтобы вы более могли сориентироваться по проходному баллу, потому что я уверена, что и абитуриентов, и тем более их родителей волнует вопрос, сколько же баллов нужно набрать для того, чтобы поступить на бюджет. Конечно, очень сложно сказать, какая картина будет в этом году, но на примере прошлого года проходной балл на бюджет на направление менеджмент у нас составил 345 баллов на направление государственное и муниципальное управление 271. По стоимости хотела бы отметить, у нас пока стоимость прошлого года приведена. Это 330 тысяч рублей за год, обращаю внимание, это не семестр, это за один учебный год на направление менеджмент и 310 на государственное и муниципальное управление. Итак, Андрей, пожалуйста, следующий слайд. Для, может быть, статистики некой. Хотелось бы вам тоже показать нашу такую динамику. Поэтому утверждение бюджетных мест за нашим факультетом у нас стало их больше. Может быть, цифра и не намного увеличилась, но, тем не менее, это некая побега для нас. Так как мой факультет достаточно молодой, мы в РЭО имени Плеханова были основаны всего в 2016 году, и вот у нас уже прирост бюджетных мест составил практически 40%. Хотелось бы рассказать немножечко про наши уникальные возможности, которые у нас есть благодаря поддержке нашего благотворительного фонда «Капитаны». Андрей, будьте любезны, пожалуйста, следующий слайд. У нас есть грантовая поддержка, как ранее коллеги и наши замечательные студенты вам об этом рассказывали. Вот теперь хотелось бы немножечко тоже цифр привести и рассказать, как возможно получить небольшие гранты, условные, может быть, бонусы для обучения на нашем факультете. Итак, вы можете сейчас уже активно принять участие в наших мероприятиях. Про эти активности чуть позже расскажет вам Андрей, где их найти, как поучаствовать. Да, вся эта информация будет представлена. Вы можете получить бонус в размере 20 тысяч рублей за активное участие в профориентационных мероприятиях и при участии в наших бизнес-интенсивах. Да, все мероприятия, хочу отметить, ввиду сложившейся в стране ситуации, у нас проходит онлайн, бизнес-интенсив в том числе. И вот, соответственно, у вас есть возможность получить денежные средства. Это некий сертификат грантовый, который вам будет выдан на руки на 10 тысяч или на 20 тысяч по одному из мероприятий, в которых вы будете участвовать. Также хочу вас заверить, что гранты за активность, они могут суммироваться. То есть вы можете поучаствовать и в онлайн-мероприятиях по выполнению разнообразных заданий и в бизнес-интенсиве получить, допустим, максимальные бонусы грантовые за каждый из них и при зачислении, при успешной сдаче ЕГЭ просуммировать их и предоставить оба сертификата при зачислении. Также вторая возможность – это некая грантовая поддержка наших абитуриентов, кто весьма удачно сдал ЕГЭ, но, к сожалению, не прошел на бюджет. Первая часть гранты за активность, она тоже касается тех абитуриентов, кто, к сожалению, не попал на те места, которые выделены у нас за счет средств федерального бюджета. Соответственно, все цифры по баллам ЕГЭ вы можете увидеть, можете их отфотографировать, записать, либо позже просмотреть видеозапись. Здесь максимальная сумма у нас составляет 120 тысяч рублей. То есть, просуммировав все виды активности, все возможности, вы можете максимально получить 160 тысяч рублей, а это ни много ни мало, можно сказать, семестр обучения, в виде грантовой поддержки от нашего благотворительного фонда. Итак, как же нам можно подать документы? Об этом Айрика Ташиевна также в первой части выступления говорила, но хотелось бы тоже отдельно уделить этому внимание, чтобы не было путаницы. Я представляю, какое количество информации у вас сейчас в голове, поэтому давайте немножечко повторим. Итак, первый способ подачи – это единый портал госуслуг. Но обратите, пожалуйста, ваше внимание, что это возможность подачи документов только на общий конкурс, на бюджетные места. Если вы понимаете, что вы не проходите на бюджет, вы не добрали баллы ЕГЭ, вы не так довольны собой, как хотелось бы это, соответственно, данный формат подачи документов, он, к сожалению, вам не подойдет. В таком случае вы можете подать документы через интернет-модуль кабинет абитуриента. Пакет документов, в принципе, тот же самый, соответственно, просто формы подачи разные. Что такое кабинет абитуриента, вам ранее рассказывали, но я думаю, неплохо будет повторить. Это наш сайт университета, rea.ru, и в разделе абитуриенты у вас есть окошечко «Личный кабинет». Вы в него заходите, там нет сложной регистрации, заполняете все данные, все необходимые документы прикрепляете и отправляете в личный кабинет. Итак, мы уже все с вами знаем, что даты сдачи ЕГЭ смещены несколько на более поздний период, но, тем не менее, несмотря ни на что, мы начинаем нашу приемную кампанию все же с 20 июня традиционно, как это и было запланировано, как это и проходило в предыдущие годы. У нас есть абитуриенты наверняка, которые сдавали ЕГЭ, может быть, не в этом году, то есть они уже их сдали годом раньше, двумя годами раньше. Соответственно, у вас есть возможность уже, начиная с 20 июня, данные документы подавать на портал, в личный кабинет, и мы их уже начнем принимать. Далее даты. Я прошу вас обратить внимание, они пока ориентировочные. Мы также, как и вы, как и ваши замечательные родители, наблюдаем за ситуацией, которая происходит у нас на территории страны, и в зависимости от происходящих каких-то событий, надеюсь, их больше не будет происходить, до неприятных, мы будем эти даты, возможно, немножечко передвигать. Об этом вся информация более подробно будет поступать на сайт в разделе абитуриенты. Вы ее сможете увидеть. Мы пока с вами ориентируемся на итоговый приказ о зачислении 27 августа, пока эта дата не меняется. Ну и самое главное, мы планируем начать обучение, несмотря ни на что, 1 сентября 2020 года. И к этой дате, надеюсь, что с каждым, кто сегодня присутствует на нашем Дне открытых дверей, мы увидимся все-таки уже воочию. Итак, какие у нас есть дополнительные бонусы? При подаче документов ЕГЭ вы можете использовать дополнительные баллы. О многих из этих баллов Аэрика Даша именно в первой половине презентации уже рассказывала, но я думаю, тоже можно еще раз обратить внимание. Один балл вы можете получить, предоставив нам подтверждение у вас наличия золотого знака ГТО. Два балла вы можете получить как участник международного конкурса «Мой первый бизнес». О нем мы сегодня говорили много раз. Но я думаю, что всю информацию, кто пока не знаком с данным конкурсом, хотя я думаю, таковых у нас уже практически нет, вы можете на сайте также ознакомиться. Также два балла получают участники очного тура Плехановской олимпиады школьников по всем дисциплинам. Ну и так далее. Три балла – это победитель и призер международного конкурса «Мой первый бизнес». И пять баллов, самый большой балл вы получаете, если у вас есть аттестат о среднем общем образовании с отличием. Я думаю, что самый большой, такой приятный балл, наработанный вами за время обучения в школе, он вам тоже поможет пройти. Ну, собственно, вот основные этапы у нас поступления к нам в университет – это успешная сдача единого государственного экзамена и подача на факультет, либо на какое-то из направлений нашего факультета, либо на оба направления. Вот ранее в первой половине дня вам тоже говорили, что вы можете подавать документы в пять вузов на три направления в каждом из них. У нас на факультете есть два направления, соответственно, этим правом вы можете воспользоваться. Далее, после подачи документов вы проходите собеседование. Это, скорее, возможность для вас познакомиться с нами, окунуться в среду нашего факультета, так как у нас весьма уникальные модули, у нас весьма крупное сообщество, и мы даем, благодаря этому собеседованию, вам возможность познакомиться с нами более близко и принять решение, насколько вам это интересно, насколько вы хотели бы стать частью нашего сообщества. Ну, также напомню про бизнес-интенсив, за который вы можете получить сертификат в виде грантовой поддержки финансовой на оплату обучения первого семестра. И после прохождения всех этапов отбора конкурсного вы становитесь студентом нашего факультета Рео имени Плеханова. Нас спрашивали очень много, что с мероприятиями. Вот, в ближайшее мероприятие сегодня, уже вот сейчас буквально начался бизнес-интенсив кампус. На нем можно будет выиграть уже скидку 10 тысяч рублей на первый год обучения. Дальше по графику онлайн-мероприятия у нас будет запланирован бизнес-интенсив город. Там можно будет выиграть скидку 20 тысяч рублей. Очень круто, что вы сейчас заранее об этом узнали, потому что у вас есть, можно сказать, около месяца на то, чтобы спланировать это время, на то, чтобы освободить его для того, чтобы воспользоваться этой возможностью. Вот, обязательно переходите в группу, которая здесь указана. Вот, сейчас дальше будет вообще QR-код. Вы его можете просто заскриншотить, либо сфотографировать, и вы перейдете сразу в нашу группу. В этой группе ВКонтакте есть вся информация, которая нужна вам для поступления. Здесь есть список мероприятий, которые постоянно обновляются, и там всегда актуальная информация, когда будет, когда что происходит. Если что-то непонятно, обязательно пишите либо в сообщение группы, либо своему наставнику, который у вас должен быть. Вот, соответственно, обязательно добавляйте сюда в группу. А сейчас, я думаю, мы плавно будем переходить к вопросам. Их было очень много. Наставничество бесплатно? Наставничество бесплатно абсолютно, потому что ребята, которые выбрали путь наставничества, они выбрали путь личного прокачивания, потому что, знаете, когда вы становитесь наставником, на вас падает очень большой груз ответственности, и вы тем самым очень сильно растете. Поэтому выгода от наставничества двойная. Вам наставник помогает, а вы наставнику помогаете расти, исходя из тех сложностей, которые возникают в вашей жизни. Вот. По поводу трансляции. Создают вопрос. Трансляцию будет на сайте РЭО. Ребята, сейчас я уверен, что многие к нам подключились, и в начале этой встречи не видели вот эту форму. Это форма, в которой вы можете дать обратную связь. Про это мероприятие, про конкретно наш вебинар, про мероприятие, которое было организовано в РЭО. Вот. А сейчас, я думаю, что есть смысл как раз-таки начать разбирать все вопросы. Вопросов, на самом деле, очень много. Я не знаю, можем ли мы все разобрать. Но если у вас вопросов нет, и вы хотите уже отключиться, я вас удержу здесь. После вопросов у нас будет онлайн-виктина, на которой вы сможете... Вы там узнаете условия, и исходя из этих условий, исходя из этой, может быть, викторины, вы сможете выиграть скидки 50% на город, 50% на кампус. Вы сможете выиграть капитанский мерч, вот что-то типа такого, капитанского пола, либо какие-то полезные материалы в виде чек-честов, которые сейчас вам могут помочь при поступлении в ВУЗ и при сдаче ЕГЭ. Мы... Зачем это делаем? Мы делаем для того, чтобы у вас сейчас освободилось время, для того, чтобы наиболее эффективно сдали свои экзамены и были сфокусированы на том месте, куда хотите поступать. Поэтому эти мероприятия, все призы, которые мы будем сегодня разыгрывать, они напрямую для того, чтобы вы сейчас выбрали тот путь, который вам будет интересен в дальнейшем. Я предлагаю начать разбирать вопросы. Коллеги, я прошу вас присоединиться и включить видео. Вопросов очень много, я буду их озвучивать сюда, в чат. и кто будет готов ответить, я думаю, что нужно будет отвечать. Приведите... Собственно, начнем с самого начала. Приведите примеры реально успешных проектов. На этот вопрос на самом деле могу ответить я, потому что я заканчивал магистратуру здесь в Капитанах и лично у меня есть проект. Тут кто-то спрашивал, почему ты сидишь здесь, занимаешься абитуриентами, а не идешь в бизнес, хотя у тебя есть комитетенция. У меня есть проект, и здесь я занимаюсь наборной компанией, потому что это большая схема, которую зачастую в проектах не попробуешь, потому что здесь фонд предоставляет большие ресурсы, здесь я работаю в большой команде, и в проекте такого получить очень сложно. Здесь можно ошибаться, здесь не страшно ошибаться, потому что ты можешь расти. Здесь есть кто может подстраховать. Когда ты делаешь свое дело, строишь свой проект, там на самом деле некому тебя подстраховать, ты один. И на самом деле нужно делать то и другое параллельно. нужно расти, есть возможность в командах, и нужно развиваться самостоятельно. Я, собственно, так и делаю. Мои друзья, выпускники магистратуры, запустили много успешных проектов. Ну, то есть их можно, я считаю, что 5 проектов, которые вышли за оборот миллион, уже можно стать успешными, и на самом деле это хорошая конверсия. Нужно сказать, что обучение в капитанах не ставит задачей построить у вас большие компании. Это важно. Капитан – это пенажер. Капитан – это то место, где вы сможете много чего сделать, набраться опыта, и по окончанию бакалавриата начать заниматься своим проектом, если вы захотите. Либо вы захотите уйти куда-то попрактиковаться, набраться опыта. Вот поэтому не стоит ожидать каких-то миллиардных компаний от факультетов, потому что если мы посмотрим на то образование, которое есть у нас в России, да даже в мире, то зачастую просто после вуза ребята идут работать куда-то и еще на протяжении нескольких лет получают тот опыт, который здесь в капитанах у них уже есть во время обучения. Я думаю, что Настя сегодня очень хорошо раскрыла ту информацию, ту идею, которая здесь есть. Здесь можно набраться, здесь можно получить команду, получить друзей, получить опыт и либо продолжить развивать проект, либо найти тот, мощный, да, сильный, который можно масштабировать на большое количество мест. Какие олимпиады в приоритете? Я могу пояснить по этому вопросу, что информация по олимпиадам есть прям вот большой такой памяткой, вот огромный, там большой список, какие испытания в РЭО принимаются. Прямо на сайте можете в поиске олимпиады. Вам выйдет список этих олимпиад, того, что в приоритете и как проходить. На самом деле, очень сложно сейчас в эфире будет емко на этот вопрос ответить. Какие преимущества предоставляет участие в конкурсе «Мой первый бизнес»? Могу ответить я, может, из ребят ответить. Настя, ты знаешь, какие возможности предоставляет конкурс «Мой первый бизнес»? Андрей, давайте я отвечу на этот вопрос. Да, безусловно, «Мой первый бизнес» предоставляет ряд преимуществ, и одно из них – это дополнительные баллы при поступлении в Российский экономический университет. Екатерина Борисовна в своей презентации как раз на этом заостряла внимание. Два балла мы дополнительно можем дать участникам финального этапа, и три балла победителям и призерам конкурса «Мой первый бизнес». Иногда это очень важно является для того, чтобы пройти именно на бюджетное место, когда мы в приемной компании видим печальные глаза и слезы тех ребят, которым не хватило буквально одного балла. Вот тут понимаешь, как ценен может быть вот этот балл или там несколько для прохождения на бюджет и поступления в тот университет, действительно, в который хочется поступить. Ну, кроме того, «Мой первый бизнес» это тоже определенный акселератор, акселератор для школьников, где школьники также получают проектные компетенции, вот, и приходя на факультет уже после этого конкурса, они бы подготовлены, и для них понятна наша образовательная повестка, наша образовательная, наши образовательные программы, и они быстрее адаптируются в тот ритм, который существует на факультете, в ту среду, и становятся полноценными. Спасибо, Евгений Сергеевич, очень емко. Следующий вопрос, действительно ли во время обучения возможно запустить свой бизнес с поддержкой ВУЗа? Настя, ты можешь пояснить, какую поддержку конкретно можно получить в капитанах, и возможно ли запустить здесь свой проект? В ролике, в одном из роликов, видела, мой однокурсник Данила Пахомов говорил о пиаре, да, действительно, такое есть. Факультет по возможности пытается двигать твой проект, чтобы его узнавали, таким образом можно представлять его во многих конкурсах, и в том числе и на телевидении, да, вот такая поддержка существует. Затем, в принципе, есть материальная поддержка при участии в конкурсах, потому что выдаются тоже некоторые гранты на проекты, в том числе вот сейчас участвуем в конкурсе стартап, и, ну, приз, за который мы боремся, это 100 тысяч рублей, я думаю, тоже эти деньги будут способствовать развитию проекта, который победит, даже не одному, трём. Вот, и, ну, такие ресурсы, как команда, также полезны для развития проекта, и знания, которые дают... Здорово, Настя, очень кратко, это очень здорово, потому что вопросов много, нужно все успеть ответить. Я думаю, что мы разберем еще, наверное, вопросов 5-6, а на все вопросы, которые вы сегодня задавали, мы обязательно сделаем ответы и прикрепим их в группе ВКонтакте в посте после нашего дня открытых дверей. Поэтому я думаю, что сейчас, чтобы не занимать время всех, я выберу еще вопросов 5, на которые мы сможем ответить. Где можно попробовать узнать про различные конкурсы и программы, которые потом дают привилегии при поступлении? Программа, которые потом дают привилегии при поступлении? Давайте я отвечу на этот вопрос. Поступление осуществляется в соответствии с правилами приема, которые утверждены в Российском экономическом университете. И все преимущества, которые студент, которые абитуриент может использовать при поступлении, в этих правилах приема, они отражены. Но прежде всего, это участие в олимпиадах, это красный аттестат с отличием, участие в различных конкурсах, которые дают право получить дополнительные баллы КГ и так далее. То есть, весь перечень, он представлен на сайте университета и в правилах приема. Соответственно, можно на него опираться и учитывать при поступлении. И второй момент, это то, что предоставляет фонд, об этом тоже мы уже говорили в своей презентации, то, что он предоставляет гранты за участие в онлайн-челленджах и онлайн-мероприятиях, которые тоже позволяют получить бонусы при поступлении на факультет. Спасибо, Евгений Сергеевич, очень полезно. Можно ли перевестись с платного обучения на бюджетное и при каких условиях? Можно ли перевестись с платного обучения на бюджетное и при каких условиях? Давайте тоже я возьму на себя ответ на этот вопрос. Да, такая возможность есть, есть несколько условий. Ну, прежде всего, должно быть вакантное, на бюджетное место. Студент должен проучиться не менее года в университете, прежде чем претендовать на перевод с внебюджетного на бюджетное место. Он не должен иметь удовлетворительных оценок, не должен иметь дисциплинарных взысканий и, соответственно, как бы должен пройти конкурс на перевод с внебюджетного места на бюджет, если такое как бы состоится. Если кроме него еще будут какие-то студенты, которые также желают перейти на это бюджетное вакантное место, и между ними уже будет организован конкурс по, прежде всего, по успеваемости, то есть по качеству академической успеваемости. Поэтому такая возможность есть, она есть и у нас, но вот эти условия нужно, чтобы выполнялись. Спасибо, Евгений. Друзья, я не вижу активности, пожалуйста, если вопросы эти вам интересны, подбавьте огня, пожалуйста, потому что я сейчас не знаю, кто от нас отключился, кто остался здесь, и нужно ли нам отвечать на следующий вопрос. О том, как узнать про интенсивы, как узнать про бизнес интенсивы, где эта информация. Есть информация в группе ВКонтакте, которая, соответственно, вот была вот на этом слайде, где ее найти? Вот здесь. Информация про бизнес интенсивы, про все деловые игры, все можно найти в группе ВКонтакте. Но еще лучше, и быстрее, и информативнее вы можете получить эту информацию у наставника, в котором вы сможете работать, который может к вам притонить. Процедура зачисления на внебюджет происходит следующим образом. С 20-го числа начинается прием документов. Вы должны, соответственно, подать документы в университет. У вас должны быть соответствующие баллы ИГЭ. На внебюджет те, кто поступает с ними, заключается договор. Вы этот договор, соответственно, заключаете. Вносите по этому договору оплату. И далее уже в момент зачисления, по-моему, это 27-го августа, дата, если мне не изменяет память, я хорошо помню презентацию, уже будет приказ о зачислении вас в число студентов. С 1-го сентября добро пожаловать к нам на факультет, и вы будете обучать вместе с остальными. Следующий вопрос. Обучение в экономическом лицее РЭО дает ли какие-то привилегии при поступлении? Я могу на него ответить. По фактам прошлого года выпускники лицея имели дополнительные скидки на поступление в РЭО. В этом году эти условия, насколько мне известно, еще не определены. Точно так же, как и стоимость обучения. Собственно, я думаю, что есть смысл их ожидать в начале июня, когда будет понимание того, какая будет стоимость обучения и какие скидки будет предоставлять университет. Это все зависит не только от университета, но и от Министерства образования, приказов, которые он издает. поэтому, собственно, мы ждем, мы ждем, и как столько появится информации, обязательно напишем в нашей группе ВКонтакте, поэтому подписывайтесь на нее, и вы будете всегда в курсе новостей. Следующий вопрос. Каким образом можно начать заниматься с наставником? Или эта возможность доступна только студентам? Тоже могу ответить на этот вопрос. С наставником можно начать заниматься прямо сейчас, особенно, если ты находишься в 11 классе. Если ты абитуриент и поступаешь, наставник может помочь тебе с поступлением. Если ты учишься в 10 классе, наставники нацелены на работу в очередь с 11 классами, и они могут помогать с поступлением. Если ты находишься в 10 классе, то у нас есть проект такой, как «Школа дела» в Москве. Это когда наши ребята, тоже студенты, являются наставниками в школах, в ведении студенческих, школьных проектов, поэтому ты тоже можешь получить наставника, только он будет немножко из другого списка. Вот поэтому как это все можно сделать? Друзья, вот есть сейчас на экране ссылка на группу ВКонтакте. Если вы хотите получить наставника, либо вы хотите что-то узнать, пишите прямо в сообщение группы, и мы ответим вам в личном порядке ссылками с дополнительной информацией, обязательно найдем вам лучшего человека, с которым вам будет хорошо работать, и если вам что-то непонятно, обязательно там поясним. Потому что группа работает постоянно, наши менеджеры постоянно отвечают на все вопросы, поэтому обязательно напишите, не оставляйте этот вопрос так без дел. Каким образом будет заключаться договор в небюджетной основе поступления в связи с нынешней ситуацией, онлайн, либо очно? Давайте я тоже отвечу на этот вопрос. Да, мы все находимся в непростых условиях, и сейчас практически очного взаимодействия нету, но мы надеемся, что приемная кампания все-таки будет проходить, в том числе и с возможным присутствием, можно будет заключить договор непосредственно в университете, но также я не вижу смысла здесь сейчас об этом беспокоиться, потому что у университета есть возможности заключать договоры об обучении в дистанционном формате, поэтому все нюансы, они будут уже определены и регламенты ближе к началу приемной кампании, я уверен, что мы сделаем все возможное для того, чтобы заключить договор было легко, удобно и не подвергало, самое главное, риску здоровья нас, вас, в этих непростых сложившихся... Спасибо, друзья, за ваши вопросы, коллеги, тоже благодарю вас за то, что вы так емко и четко все на все отвечаете, я сейчас предлагаю закончить рассматривать вопросы, ответить на них все в посте и прикрепить ссылочку на него, а сейчас перейти к заключительному этапу, это конкурс, который я анонсировал в самом начале, сегодня вечером произойдет розыгрыш призов, каждый из вас может получить классные, мне кажется, призы, которые зачастую мы очень редко разыграем, сейчас мы решили с вами поделиться бонусами, что для этого нужно сделать, нужно перейти в группу ВКонтакте, которую я уже показывал, и в закрепе, там есть крайний пост, есть пост о том, как заводить связи, вам нужно сделать самый длинный комментарий, вести диалог с незнакомым человеком и сделать какую-то интересную историю, сегодня в 9 часов мы подведем итоги и разыграем вот все эти подарки крутые, которые вы сейчас можете видеть у себя на экране. Вот, а на этом у меня все, друзья, спасибо большое, что вы сегодня были с нами, очень приятно было вас здесь видеть, очищать, поставьте напоследок мне огонек, если вам понравился этот вебинар, что мне очень понравилось с вами работать, я жду, что мы с вами будем взаимодействовать уже после этой конференции, вот, и на этом у меня все, спасибо, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok